Фондовые рынки США в пятницу практически не изменились после колебаний между умеренными прибылями и потерями. Трейдеры были растеряны из-за смешанных доходов банков и пула данных по инфляции. Несмотря на то, что базовые индексы закрылись разнонаправленно, биржевые топы все же смогли закрыть неделю уверенным ростом. А вот новая неделя в США начнется только с завтрашнего дня, так как сегодня в Соединенных Штатах выходной в честь дня Мартина Лютера Кинга. Но о команде группы компании ИнстаФорекс есть о чем вам рассказать. Для вас в студии работаю я, Екатерина Стихина. Здравствуйте! Пятничные торги довольно скромным ростом смогли закрыть индексы S&P 500 и NASDAQ, тогда как промышленный Dow оказался под давлением квартальных результатов UnitedHealth. В итоге Dow потерял 0,31% внеся, S&P показал лучшие, хотя и скромные результаты. Индекс вырос на 0,08% и закрылся у значения 4783 пункта. В понедельник индексы провели в красной зоне. Фьючерсы на индексы снижались от 0,05% до 0,2%. Учитывая, что биржи в США сегодня закрыты, S&P продолжает топтаться вблизи отметки 4770 пунктов. Прошлая неделя подарила трейдерам довольно много тревожных инфляционных данных. Инфляция превзошла ожидания рынка, тогда как базовая инфляция все же опустилась ниже 4%. При этом стоит отметить, что реакция рынка на негативную статистику как по ценам, так и по рынку труда была крайне сдержанной. Отдельная статистика в пятницу показала, что цены производителей в США неожиданно упали в декабре, поскольку стоимость таких товаров, как продукты питания и дизельное топливо снизились, в то время как цены на услуги остались неизменными в третий месяц подряд. На этом фоне ожидания снижения ставки ФРС как минимум на 25 базисных пунктов в марте выросли до 79,5% по данным FedWatch Tools 7.73,2% на предыдущей сессии. Пятничные данные также привели к снижению доходности казначейских облигаций, хотя недавние комментарии некоторых представителей Центрального банка были довольно ястребинами. Не порадовал старт сезона отчетности в Соединенных Штатах. Открывали его традиционно банки, и по итогу банковский индекс S&P 500 закрылся снижением на 1,26%. JP Morgan зафиксировал прибыль, которая превзошла все банки в США за всю историю, но это не помешало акциям потерять 0,73%. Банк, хотя и опубликовал более оптимистичный прогноз и прекрасный результат, но поддался общему настроению рынков. Акции Bank of America упали на 1,06% после того, как его прибыль в четвертом квартале сократилась. Wells Fargo предупредил о падении чистых процентных ставок шагом 7,9%, а акции банка упали на 3,34%. Но акции Citigroup выросли на 1,04%. Индекс Dow оказался под давлением падения United Health после того, как компания сообщила о более высоких, чем ожидалось, медицинских расходах, что привело к снижению индекса примерно на 120 пунктов. Акции Delta Airlines упали на 8,97%. После того, как авиаперевозчик снизил прогноз годовой прибыли. Tesla потеряла 3,67% после снижения цены на некоторые новые китайские модели. И среди примечательного Microsoft опогнала Apple и стала крупнейшей в мире компанией по розничной капитализации, чему способствовала ее глубокая ориентация на искусственный интеллект. Согласно данным LSEG, рыночная капитализация Microsoft составляла 2,887,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, 81 миллиард 14 декабря. Технологический гигант за последний год пережил значительный рост рынка. Примечательно, что рыночная стоимость Microsoft выросла более чем на 1 триллион долларов. Возвращаясь к индексам, отметим, что неделю все три топа смогли завершить ростом. До Джонс прибавил 0,34%, S&P 500 вырос на 1,84%, а NASDAQ поднялся на 3,09%. Прибыль S&P стала самым большим недельным процентным ростом с середины декабря, а для NASDAQ самым большим с начала ноября. Новую неделю рынок США начнет завтра. Несмотря на сонное начало, новостей будет много, и в основном они будут крутиться вокруг розничных продаж и настроений потребителей. Кроме того, движение рынкам смогут придать и данные по экономическому росту Китая за четвертый квартал. По инфляции в Великобритании, Канаде и, конечно же, корпоративные отчеты. Марафон результатов банковского сектора продолжат Morgan Stanley и Goldman Sachs. На следующей неделе продолжится и выступление спикеров Федрезерва. В частности, трейдеры будут обращать внимание на Кристофера Уоллера, чья голубинная позиция в конце ноября помогла рынкам взлететь и которые выступит во вторник. Что касается валютного рынка, он сегодня торговался довольно сдержанно. И преимущественно коллеги-мажоры по корзине валют отступали перед американским долларом. В итоге, к моменту подготовки материала к данному видео, индекс USDX поднялся на 0,16% до отметки 102,57 пункта. Что касается прогнозного диапазона на торги, то базовый сценарий движения котировки остается неизменным. Колебания в диапазоне 102,3 и 102,7 пункта. С одной стороны, макроэкономическая статистика и спикеры Федрезерва на прошлой неделе довольно солидарно давали истребенные сигналы, но трейдерам это не помешало повысить вероятность первого снижения в марте до 79%. На прошлой неделе Лагард из ЕЦБ дала довольно четкий сигнал о том, что о снижении ставок регулятор не будет говорить, пока инфляция не достигнет 2%. Банк Англии также остается довольно ястребиным. На этой неделе картина может измениться. Трейдеры следят за данными по инфляции в разных странах и занятости, которые выйдут позже. Что касается канадской валюты, то актив сегодня теряет позиции по отношению к американскому коллеге. Пара USD, CED до звонка торговалась у значения 1,3430 или на 0,2% выше. Что касается прогнозного диапазона движения котировки, то он отчерчен в границах тех же значений 1,3380 и 1,3450. КАДИ сегодня оказался в заложниках снижения нефтяных котировок. Цены на американскую нефть подскочили на 4,5% в пятницу, а затем поднялись на 0,9% после того, как несколько нефтяных танкеров отклонились от курса в Красном море. Но сегодня котировки откатились. Оба бенчмарка потеряли более 1% весе, что отразилось на канадском долларе. В любом случае окончательного решения конфликта в Красном море пока нет. И цены на нефть еще могут в перспективе поддержать луни. Кроме того, на этой неделе мы увидим данные по индексу потребительских цен Канады, что также может дать активу импульс к движению. И же, что касается криптовалютного рынка, то он переживает пост-эйфории. Биткоины TF одобрены. Битва завершилась победой рынка. Трейдеры фиксировали прибыли и вернули цифровое золото к старым проверенным вершинам. Итак, что касается перспектив на торги, то базовый диапазон предполагает движение биткоина в границах значений 41 600 и 43 200 долларов. Выход за эти пределы может привести цифровое золото либо к отметке 41 100 долларов, либо к росту до отметки в 43 700 долларов. Это был обзор аналитиков группы компании ИнстаФорекс на биржевой день. Надеемся, что информация была полезной. Не забывайте подписываться на наш канал для получения ежедневных обновлений. И помните, что мир финансов полон возможностей. Удачных вам торгов и до встречи завтра. Увидимся! Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...